Здравствуйте, уважаемые соотечники! Я приношу извинения, что сегодня выхожу чуть позже в эфир и прямой трансляции в YouTube не будет, будет только в записи, какие-то технические проблемы. Мы после завершения эфира выставим его в записи в YouTube. Сегодня я тему эфира назвал «Возвращайся в Казахстан» и, конечно же, пошли комментарии, что это будет звучать с моей стороны ответ по поводу тех предложений мне «Возвращайся в Казахстан». Уважаемые друзья, нет. Я, конечно же, откомментирую, что когда мне приводят пример Навального из Саакашили, Навальный, во-первых, сидит в тюрьме, он вернулся и сопротивление без его участия, скажем, существенным образом потеряло свой накал. И в России сейчас штаб ФБК, так называемый фонд по борьбе с коррупцией Навального, подвергся атаке. В течение месяца буквально это оппозиционное движение было разгромлено. Это просто показывает то, что власти России просто сознательно давали возможность каким-то противникам режима функционировать. Но как только они почувствовали и поняли, что сейчас, скажем, эта структура им уже не нужна, она не выполняет те функции, на которые они ориентировались, а именно изображали, что якобы в стране есть оппозиция. И когда эта оппозиция стала жесткой, она подверглась гонениям и уничтожениям. Ну а на самом деле вы понимаете, что в Казахстане вообще не было того уровня свободы, даже нынешней, путинской, никогда. То есть все время мы работали в режиме запрета, ликвидации. ДВК вообще трижды объявляли экстремистской организации. Поэтому мы очень давно уже перешли на другие способы работы. Ну и еще я хочу сказать, что я в свою жизнь провел около пяти лет в тюрьмах. Поэтому все те, кто пытается меня обратно засадить в тюрьму, говорят, что у тебя сроки вышли, они, наверное, некоторые не знают, что у меня пожизненный срок, 20 лет, то есть сроков достаточно, поэтому не будет так, что я прилечу и посижу там, и потом меня кто-то вызволит. Как правильно отмечают многие наши сторонники, что Арон Атабек 15 лет в тюрьме сидел, мы что-то не видели тысяч сторонников, которые сейчас заявляют о его поддержке, чтобы они штурмовали стену тюрьмы и аккорды с требованием его освобождения. И также в тюрьме сидят группа активистов, которым дали по пять лет, по два с половиной года. И тоже мы знаем, что это известные лидеры в оппозиционном движении. И пока, к сожалению, общество еще не мобилизовалось для того, чтобы действительно добиться, чтобы эти активисты вышли из тюрьмы. Сегодня речь, на самом деле, конечно, не об этом. Когда я поставил название «Возвращайся в Казахстан», это было адресовано не мне. Я сегодня хочу сказать и обратиться к молодежи. Дело в том, что некоторая часть молодежи говорит, что им плохо, они не видят будущего в этой стране, они просто уезжают и находят свое место в Европе, в Соединенных Штатах Америки. Они находят себе применение. Это о чем говорит? Это говорит о том, что когда многие ругают наших граждан, говорят, что они трусы, слабаки, что они вообще зомби, они ошибаются. Потому что тот факт, что значительная часть наших людей уезжает за пределы Казахстана и находит свое место в более продвинутом обществе в западном мире, это просто говорит о том, что у нас достаточно способных и талантливых людей. Но другой вопрос, что когда в стране живет более 19 миллионов человек, по последним стат данным, уехать могут, ну, наверное, там 100 тысяч, ну, 200 тысяч, возможно, миллион, но 19 миллионов не смогут уехать. И, конечно же, 19 миллионов, о 19 миллионном населении, значительная часть его составляет молодежь. И получается, что молодежь получает будущее и настоящее в том виде, который сейчас есть. И, скорее всего, даже будут ухудшения, потому что вы сейчас видите, цены на товары и услуги растут, при этом зарплаты низкие, а государство в лице правительства глухое и нет никаких перспектив. Поэтому мы, когда говорим, что возвращаясь в Казахстан, мы говорим о том, что нам надо построить сильный, продвинутый Казахстан и возвратиться тот будущий Казахстан, построить этот будущий Казахстан своими силами, теми силами, которые не могут, не хотят уезжать из страны. Я был вынужден уехать из страны и уже более 12 лет нахожусь за пределами Казахстана. Эти 12 лет я неустанно продолжаю бороться с этим режимом, мобилизовываю и организовываю людей. Организовываю для того, чтобы сменить этот режим и построить сильное государство. Многие не очень понимают, а в чем будет преимущество нового государства. И они ориентируются на каких-то неких мифических лидеров. Что вот просто Назарбаев плохой, а нам нужен другой лидер. К сожалению, эти люди не понимают, что лидер здесь имеет безусловно важную роль, но большее значение имеет именно политическая система. Ну, вы знаете пример Трукмении. Трукмен Баши умер, пришел его министр здравоохранения, и он тоже организовал тот же самый культ личности. Ну, точнее говоря, даже не он, а туркменский народ продолжает также делать из него некое божество. Присвоили имя Аркадак, и там дело доходит до абсурда. Нищая страна, голод, товары, значительная часть отпускается по карточкам, при этом страна по ресурсам обладает гигантскими возможностями. Население всего лишь около 3 миллионов человек, и казалось бы, эта страна должна процветать, а они выстроили новое божество, и туркменский народ самые настоящие рабы. Они ходят ему, целуют руки, называют его посланником Бога, и все прочее. Ничего не поменялось. То же самое происходит в Узбекистане. Умер Каримов, Ислам Каримов, президент Узбекистана, пришел на его место Мирзеев, то же самое. То есть, у людей создается такое ощущение безысходности, а что же делать? На самом деле, они не понимают, что нужно менять политическую систему. Что значит менять политическую систему? Это тогда, когда вы говорите, нам нужен лидер, нам нужны лидеры, а эти лидеры, они выходят из народа. Для этого должны быть условия, чтобы эти люди, лидеры, появлялись, выходили, чтобы их было много. Но вы знаете, что это политическая система, когда появляются те или иные лидеры, их сажают в тюрьмы, убивают, изгоняют из страны, и так далее. То есть, получается, нынешняя политическая система никогда не даст возможность появиться какому-то одному лидеру. Одному лидеру, которого не брали бы пули, его не могли бы арестовать, и так далее. Это значит, нужно построить такую систему, чтобы действительно лидеров было много, а эта политическая система не позволит это сделать никогда, у которой всегда будет один лидер. Или лидер Назарбаев, он завтра умрет, придет Дорига Назарбаева, это высокая централизация власти, это авторитарный режим, соответственно, все богатства страны будут концентрироваться у того, кто рулит государством. А тогда, когда люди избирают своих лидеров, Акима, области, района, города, когда люди избирают судьи, когда люди реально избирают депутатов, а они в свою очередь правительство, когда правительство плохо работает, и парламент немедленно может отправить в отставку такое правительство, это называется парламентская форма управления, когда рычаги власти не сосредоточены в одних руках, когда есть разные центры влияния, политическая конкуренция приводит к появлению большого количества лидеров, соответственно, у народа есть возможность отобрать среди них лучших. Так происходит в спорте, когда вот в результате борьбы конкурентной вы можете увидеть реального чемпиона, а не назначенного. Так происходит в науке, когда конкуренция разных идей формирует какие-то открытия, появляются действительно выдающиеся ученые. И так должно быть везде, в первую очередь в политике, потому что политика это курс страны, курс на свободу, курс на какие-то рыночные отношения, это основа развития нашего государства, и вообще всего, что есть на этом свете. Но что нужно для этого сделать? Что нужно сделать, чтобы действительно лидеров стало много? Что нужно сделать, чтобы власть действительно была в руках народа? Мы вообще должны понимать, что такое вообще государство. Государство это границы, территориальные границы определенной страны, где народ, проживающий на этой территории, назначает себе временных управляющих, сроком на обычно, как правило, на 4 года, которые управляют этой территорией, этим государством, в лице президента, премьер-министра, правительства, Акимов, разного уровня. То есть люди, граждане создают государства, органы управления этого государства, и для чего? Для того, чтобы они жили лучше. И они назначают этих управленцев на какой-то период, чтобы они от имени граждан страны управляли этим государством. То есть народ стоит над государством, над этими органами управления, над своими представителями. Народ назначает этих представителей, чтобы они управляли государством от имени народа. Собственно, когда звучит лозунг «Мы здесь власть», это действительно так. Но в авторитарных странах, как вы все знаете, власть не народ. Власть – это тот, кто контролирует эту власть, в данном случае Назарбаев. Поэтому он власть, не народ. Поэтому он репрессирует любого, кто претендует на эту власть, и не дает никому прийти во власть. А это естественное развитие любого государства, когда власть регулярно обновляется, меняется, приходят новые люди, и они меняют нашу жизнь. Во благо тех граждан, которые там живут, и создали это государство. Это мы все должны понимать. Потому что говорят, вот государство нам должно, люди звучат, государство должно сделать то-то. Мы должны понимать, что государство – это мы, а органы управления, его представители, они назначаются народом через механизм выборов. Вот, собственно, если мы это понимаем, тогда мы должны знать, что государство должно быть нам подконтрольно, и те, кто от нашего имени управляет государством, должны быть нам подконтрольны, отчитываться. Мы имеем право выбрать, не выбрать, выгнать, посадить в тюрьму, если они нарушили закон. Так вот, уважаемые друзья, сегодня я свое выступление адресую именно молодежи. Получается вообще такая безысходная ситуация. Сейчас молодежь обвиняет свое старшее поколение, говорит, это вы нам оставили такое плохое государство, это вы привели к тому, что у власти Назарбаев более 30 лет, и мы не востребованы в этом обществе. Ну, я совсем недавно, меня называли в правительстве киндер-сюрпризом, вундеркиндом и так далее. Ну, теперь, мне скоро уже 60 будет. Смотрите, как молодость быстро проходит. Так будет и с вами. Вы сегодня упрекаете своих родителей, своих бабушек и дедушек, что вот они не сделали, это все бесполезно. Нужно сейчас брать все в свои руки и менять, иначе завтра ваши дети будут вам говорить, что, а что же вы ничего не делали, почему мы живем такой нищей жизни, у нас нет квартиры, вообще ничего нет, нет будущего. Я получаю образование, оно никому не нужно, но вы понимаете, что в нашей стране действительно образование не очень сильно нужно. Вот, есть нефтегазовый сектор, где относительно других высшие заработные платы, но они тоже ничтожные, на самом деле, или сырьевой сектор, добывающий различные ископаемые, уголь, золото, различные производящие металлы, то есть там набротает буквально максимум 2 миллиона человек, а что делать оставшихся 10 миллионам взрослым населения, где им работать? Получается, что ты юристов, экономистов, финансистов, страна выпускает столько, что они не могут найти работу, идут работать таксистами и еще кем-то, кем угодно, но не по своей профессии. Это о чем говорит? Это говорит о том, что наше общество отстало, что мы фактически не производим самостоятельно те товары, которые в мире производят сами многие страны, даже ключевые основные страны все производят. Соответственно, если мы этого не производим, у нас нет специалистов, значит, система обучения не требует, не востребованы эти люди, такие профессии в нашей стране вообще не востребованы. Например, дизайнер автомобилей, мы же не производим автомобили, как вот Toyota, Nissan и другие автомобили. Получается, такая международная профессия у нас не то, что не востребована, ее негде применить, помимо традиционной профессии. и до тех пор, пока мы будем сырьевым государством, сырьевой страной, мы будем отсталой и ваши профессиональные знания не будут востребованы не только в нашей стране, но и в мире. А обратите внимание, что специалисты, которые работают в таких странах, как Америка и Европа, они практически востребованы везде. Получив образование, ты можешь работать не только в Америке, практически по всему миру. А наше образование, ну, за границей Казахстана выезжая, наш диплом нигде не востребован. Вот нигде. Более того, еще с этим дипломом, вы его можете положить на полочку, вы знаете, что многие дипломы куплены. И поэтому ни у молодежи, ни у среднего поколения вообще перспектив в такой стране нет. И если бы еще были бы изменения, в действительности бы открывались новое производство, все бы менялось на ваших глазах, жизненный уровень рос бы, ну, можно было сказать, что да, это будет позже, но статистика показывает, что неуклонно заработная плата в доллар эквиваленте каждый год падает, как минимум не растет. И число рабочих мест у нас не увеличивается, потому что одни и те же отрасли сырьевые работают и обслуживающие ее часть. И несколько миллионов человек просто так называемый самозанятый. Поэтому, уважаемая молодежь, у вас в этой стране при таком режиме нет никакого будущего. и все попытки переждать, говорить, что главное не было войны, шкур-толба, вы уже видите, что наступит какой-то момент, ваши дети вам скажут, а что же ты ничего не делал? Ну, даже смотрите, я сейчас получаю много разных сообщений от молодежи, ну, вот такой инструмент, как биткоины, цифровая валюта, вы подумаете, его изобрели молодые люди, сейчас рынок 2 триллиона долларов, то есть на цифровой валюте вращаются 2 триллиона долларов, что такое 2 триллиона долларов? Объем всей продукции, всех оказанных услуг, которые производит Казахстан, приблизительно 150 миллиардов долларов, это фактически приблизительно 15 экономий Казахстана, представьте себе, что в этой цифровой валюте, которую изобрели молодые люди, вращается денег в 15 раз больше, чем во всем Казахстане, и это все сделали ведь продвинутые молодые люди, у которых хорошее образование, которые разбираются хорошо в компьютерах, в банковской системе, в платежных институтах, и я знаю, что многие из нашей молодежи инвестируют туда, и самое интересное, что для производства биткоинов нужно, чтобы была достаточно дешевой энергии, и я знаю, что этот вид бизнеса захватил племянник Нурсултана Назарбаева, Хайраса Табалды, он получает возможность производить эти биткоины, я сейчас на самом деле говорю на языке молодежи, когда говорю на биткоины, о каких-то цифровых валютах, и все прочее, я сейчас свои выступления адресую молодежи, которые меня сейчас хорошо понимают, так вот, представьте себе, что я слышу, что замминистра энергетики Казахстана заявляет, что якобы производитель биткоина по сути наносит ущерб экономике страны, что они покупают по дешевым ценам электроэнергию, и там что-то на этом зарабатывают, а мы с этого ничего не имеем. Вы представляете, какой уровень безграмотности этого заместителя министра, соответственно, всего правительства, потому что правительство сейчас оказывает давление на тех, кто занимается добычей биткоинов, но вы подумаете, вот эта фраза, что мы там с этого ничего не имеем, ну тогда производитель электроэнергии не имеет ничего с производством угля, с производством меди, с производством золота, они ничего не имеют с каждого гражданина, который потребляет электроэнергию, так получается, то есть представляете, какую абсурдную вещь сказал заместитель министра энергетики, и это является государственной политикой, на самом деле, чтобы вы понимали, в нашей стране избыток электроэнергии, у нас дешевая электроэнергия, одна из самых дешевых в мире, у нас угольные месторождения фактически находятся рядом около крупнейших электростанций, они крупнейшие в СНГ, есть в принципе некоторые по своим мощностям, которые соответствуют скажем крупным станциям мира, чтобы вы понимали, что на самом деле происходит, поэтому когда некий президент мебель Токаев заявляет, что он говорит о дефиците электроэнергии, который вот скоро наступит, не верьте ему, у нас электроэнергии избыток, более того, тот период, когда я работал министром, до этого, после, все время в стране был избыток электроэнергии, и сейчас то же самое, и ближайшие 10 лет будет то же самое, избыток электроэнергии, гигантский избыток электроэнергии, особенно весенний-летний период, мы вообще не знаем, куда давать электроэнергию, девать электроэнергии, потому что вообще они станции простаивают, и вот представьте себе, что есть такой бизнес, как майнинг, так называемый, добыча биткоинов, используя оборудование, его можно установить просто определенных помещениях, фермах неких, добывать этот биткоин, используя дешевую электроэнергию, стимулировать развитие нашей энергосистемы, чтобы мы потенциально больше производили электроэнергии, у нас такие возможности есть, так производители электроэнергии на этом зарабатывают, чем больше они продают, тем больше они зарабатывают, это выгодно, и в этих условиях идут гонения на производителей биткоинов, которые добывают этот биткоин, понимаете, это о чем говорить, это что о недальновидности, архаичности мышления всего политического руководства страны, мы должны стать передовой страной, посмотрите на Маска, он буквально один человек, фанат, с блестящими мыслями, он перевернул не просто Америку, он перевернул весь мир, посмотрите на Джобса, который сейчас к сожалению умер, он создав вот этот свои компьютеры, опять же сделал революцию в мире, эти компании стоимостью триллионы долларов, триллионы, понимаете, и это все сделали молодые люди в Америке, они построили современную Америку, сделали свой гигантский плат развитии человечества, Маск буквально на глазах взлетает его акции, человек, который два года назад у его состояния даже не было и 100 миллиардов долларов, по-моему, 50 с чем-то миллиардов, недавно уже его состояние оценивается свыше 300 миллиардов долларов, понимаете, это все ноу-хау, это люди, которые думают нестандартно, современно, они говорят о том, что нужно осваивать другие планеты, они отправляют туда ракеты, в этих ракетах уже не космонавты летят, традиционные, подготовленные, тренированные, к которым мы привыкли, обычные гражданские лица, скоро весь мир будет опоясан этими спутниками и мы будем получать возможность пользоваться интернетом уже в любой точке земли, вы представляете, что сделали эти молодые люди, совсем молодые недавно, и у нас, я знаю точно, огромное количество талантовой молодежи, огромное количество, я работал и в бизнесе, и в банковской системе, и в правительстве, руководил энергосистемой страны, и вы не верьте, когда вам говорят, что казахи тупые, слабые, низкие образования, у нас достаточно квалифицированных специалистов, которые могут построить другой, современный, сильный Казахстан, и вот нынешние молодежь, строящих эту систему, получив возможность для развития своего таланта, могут построить новую, динамичную страну, что нам нужно для этого сделать, нам нужно убрать эту коросту власти, которая буквально не дает дышать, не дает вырасти, молодежи, давит, и везде коррупция, воровство, талант людей невозможно развить при такой системе, я могу следующее сказать, я адресую сейчас свое обращение именно к молодежи, я себя хорошо помню, когда мне было 25-26 лет, я ночами, это был Советский Союз, развешивал листовки с такими же молодыми ребятами, а я вам так скажу, что кто-то, когда хвалит Советский Союз, вы знаете, что масштаб репрессий в Советском Союзе был бы не сопоставим с тем, что сейчас существует в Казахстане, тогда тебя в асфальт так закатывали, что ты вообще там никогда в жизни не проявился бы, понимаете, и мы тем не менее молодые, клеили листовки, в 89-м году мы требовали закрыть ядерный полигон в Семипалатинске, и масса всяких разных процессов шли, тогда был Советский Союз, и мы молодые вот ночами не спали, думали о том, что построим новый независимый Казахстан, когда-то в 90-м году я для себя принял решение покинуть Советский Союз, уехать из Казахстана, потому что я не видел своего будущего, но когда начался вот распад Советского Союза, когда начал формироваться рынок, я нашел свою нишу, начал работать, зарабатывать, и мы молодые, такие как я, было немало, целая волна, мы решили, что мы построим новый, сильный и демократический Казахстан, к сожалению, нынешняя политическая верхушка во главе с Султаном Азербайем, в первую очередь это он и больше никто, они обманули нас, наши ожидания, они использовали наш труд, и второе сожаление, что все это произошло только потому, что основная часть населения, казахстанцы, молчали, боялись, уезжали миллионами, и собственно это привело к тому, что сейчас мы имеем то, что имеем. Я уже 20 лет в открытой публичной оппозиции к султану Назарбаеву, и что хочу сказать, мои мечты, надежды никуда не пропали, более того, они со временем только укрепились, укрепились, и сейчас я обращаюсь к молодежи и говорю следующее, мы должны построить современный, динамичный, сильный Казахстан, мы должны построить крутую страну, в которой есть место всем, независимо от национальности, вероисповедания, мы не должны делиться, цепляться ни по языку, ни по вероисповеданию, ни по родам, ничего, мы должны думать, вот как Маск, как Джобс, мы должны думать, построить великую страну, в котором живут люди свободные, которые могут построить необыкновенную экономику, в котором мы можем все раскрыть свои таланты во всех сферах развития общества, в музыке, в спорте, когда такая сильная и свободная страна, тогда раскрываются все грани таланта тех людей, которые живут на этой территории, я верю, что мы такую страну можем построить, я недавно сделал два обращения, ко мне обращаются сейчас молодые люди, и я могу сказать, что они просто подтверждают, что я и так знал, они способны, у них горят глаза, они убеждены, что мы можем построить новую страну, и конечно здесь недостаточно призывов, не говорить, что вот почему вы не появляетесь на митингах, я не собираюсь никого упрекать, я хочу сказать следующее, для того, чтобы мы сменили этот режим, нас должно быть много, потому что у них полицейские в каждом городе, как Астана, Алма-Ата, не более чем 2500 полицейских, мы их просто снесем, я вам молодежи даю механизм, механизм тот, который приведет нас к объединению, вы знаете, как происходит объединение вообще людей по убеждениям, это политические партии, политические движения, партии публикуют свои программы, платформы, и на западе люди просто, разделяя эти идеи, приходят, становятся членами этих организаций, волонтерами, идут, агитируют, участвуют на разных конференциях, и там вырастают лидеры этого политического движения, политической партии. В нашей стране, вы знаете, партии не регистрируются, только есть партии Назарбаева, профсоюзы, одно название, они уничтожены, они не защищают интересы людей, вы знаете, что любые формы объединения преследуются этой власти, кроме подставных, так называемых партий. Но, знаете, человечество же находило форму объединения, когда тоже были диктаторские режимы, вот я живу во Франции, здесь тоже были короли, и люди же боролись, в конце концов, здесь построена парламентская республика, так же было в Америке, были войны, Южная Корея жила под диктаторами, то же самое сейчас демократическая страна, они же сумели преодолеть, а сейчас у нас все ресурсы в руках, интернет позволяет знать, что происходит в мире, ваши родители вообще не знали, я вот сам, например, думал, что, ну, наверное, в Советском Союзе это лучше всего, как нам говорил пропаганда, мы не имели возможности посмотреть, как устроен мир, у нас была одна единственная партия, коммуническая партия Советского Союза, монополия, которая вообще не позволяла появиться любому конкуренту, и у нас был Ленин, Политбюро КПСС, и телевидение показывал только Советский Союз, внешний мир, мы не видели, был железный занапис, интернета не было, то есть, считайте, что в этих условиях нам было очень трудно бороться, но такие же условия были во многих странах мира, они же преодолели, победили диктаторов, и мы не исключение, мы тоже должны победить, тем более, что мы знаем, как устроен этот мир, значит, нам нужно объединяться, как объединяться, раз нам этот режим не дает открыто объединяться, преследовать, значит, мы должны объединяться через ячейки по несколько человек, родственники, близкие, доверенные, и выходят эти люди, которые друг другу доверяют на штаб, что такое штаб, штаб это не некая вывеска, в нашем штабе, чтобы вы знали, работает около 30 энтузиастов, я в том числе, многие живут в разных странах мира, они просто отвечают за тельные направления, кто-то отвечает за появление новостного блока 16-12, кто-то за направление 16-12 инфо, это постоянные ежедневные новости, публикуются именно с точки зрения нашего видения, в этом штабе есть активисты, которые работают только с ячейками, с ячейками, с гражданскими активистами, которые находятся, живут в Казахстане, переписка ведется с моего личного аккаунта и с личного аккаунта, например, замамбека Тлюлиева, он является координатором штаба ДВК, поэтому, когда некие агенты КНБ, как вчера, которые были с нами, как Жанна Ботта, говорят, что вот, идет утечка информации, имейте ввиду, что эти аккаунты, которые захвачены, они не имеют никакого значения, это бывшие наши сотрудники, перед которыми, между прочим, не было никаких долгов по зарплате, они ушли, уволились, у них никаких вопросов к нам нет, они просто эти аккаунты в свое время создавали и передали их Жанне Ботта. Почему это сделали сейчас? Почему именно сейчас вот эти все события происходят? Потому что мы публично и активно обращаемся к молодежи, говорим, создавайте ячейки, выходите на прямую связь, Комитет национальной безопасности страшно боится нашего прямого контакта и они будут препятствовать, но имейте ввиду, мы работаем в Telegram, работаем через личные аккаунты, которые абсолютно безопасны и наши требования, что когда вы выходите на меня или на нашего координата штаба, чтобы вы сразу спрятали номер телефона, не было вашей фотографии, был только ник, поэтому вы в абсолютной безопасности, затем мы выходим узкой группой голосовой чат, если вы пожелаете, мы можем выйти в видео, и таким образом происходит объединение тех людей, которые действительно хотят смены режима, а на самом деле вы поймите следующее, например, в таком городе, как Астана, мы если формируем тысячу ячеек, каждый ячеек по 5 человек, то 5000 активистов, они связаны с центром, не между собой, а с центром, тогда мы из центра знаем, какое количество людей точно выйдет на митинг, мы знаем, что эти 5000 человек, когда будет назначена дата митинга, приведут за собой еще троих, это еще 15000, и вот когда такая масса 20000 человек будет идти к месту проведения митинга, никакая полиция в количестве 2000 человек не в состоянии остановить эту массу, более того, когда 20000 человек будет идти по улицам, к ним обязательно присоединиться как минимум столько же, очень простая схема, уважаемые друзья, так что я хочу обратиться к молодежи и вообще ко всем тем, кто хочет смены режима, не надо никакой агитации на базарах, в автобусах и так далее, вам достаточно собрать группу единомышленников из 3-5 человек, выйти на штаб и все, не надо никакой агитации, не высвечивайтесь, мы переходим на совершенно другой принцип работы, который, между прочим, в мире апробирован, даже в период Второй мировой войны во Франции существовали так называемые ячейки из 5 человек и они боролись с фашистским режимом на территории Франции, это уже отработанная технология, чтобы вы понимали, поэтому я говорю, уважаемые молодежи, мы вам предлагаем механизм, мы с вами построим действительно крутую страну, я сам, будучи молодым, участвовал в строительстве новых рыночных отношений, добился в кратчайшие сроки больших успехов, если я еще в 91 году жил в общежитии, то через 4 года я стал одним из ведущих бизнесменов страны, а через 6 лет бывший научный сотрудник, возглавил энергосистему всей страны, а через 7 лет я возглавил крупнейшее министерство страны, то есть возможности есть огромные для развития в нашей стране, и при том все эти возможности, они есть сейчас, нам нужно только сменить этот политический строй, и обедниться, построить новую крутую страну, не надо уезжать из Казахстана, никто из 19 миллионов в большом количестве не сможет уехать, уедут буквально сотни тысячи, но не миллионы, поэтому я обращаюсь к этим миллионам, я говорю, возвращаемся к Казахстан, возвращаемся к той стране, которую мы в голове уже все выстроили, мы все знаем, как должно быть, мы знаем, что это несправедливый режим, и мы знаем, какие страны крутые, и мы знаем, что мы тоже такое же можем построить, чем из Северной Кореи, голод, тоталитаризм, концлагерь, посмотреть Южную Корею, это одна из передовых стран мира, так же было и с Германией, восточной Германией, это совок самый настоящий, западная Германия, она была далеко впереди, поэтому восточной Германии, в итоге она развалилась, и произошло обеднение западной и восточной части Германии, мы уважаемые друзья, знаем, что такие события происходят во многих странах мира, количество диктаторов и стран уменьшается, не нужно никуда уезжать, давайте мы построим действительно крутую страну, я сейчас еще раз хочу сказать, что молодежь двигает все процессы, как бы не было страшно, какие бы угрозы не существовали, природа молодых людей, она построена таким образом, что они более рискованные, более динамичные, более продвинутые, они будут жить в новой стране, они будут строить новое будущее, поэтому я снова и снова обращаюсь к молодежи, чтобы вы не уезжали из страны, не были пассивными, выходили на штаб, объединялись, и мы вместе выгоним этот режим, вы обратите внимание, в зависимости от нашей активности, активный и режим, мы 23 октября объявили митинг, это был субботний день, как вы знаете, митинги обычно проводят именно в те дни, когда люди свободны от работы, и вот режим 1 ноября проводит некий митинг своей партии, подставной партии в понедельник 1 ноября, это смешно, их никто не преследует, там они выходят с теми же самыми требованиями, что и мы, фактически мы, оппозиция, сдали повестку, если они эту планку сделают ниже, все сразу скажут, ага, вот они какие, видно, что провластные, но также видно, что митинги в понедельник никто не проводит, также мы знаем, что наши митинги власть блокирует и преследует, поэтому у вас должны быть широко открыты глаза, вы должны идентифицировать, объединяются подобные с подобными, невозможно объединиться с теми, которые проповедуют другие ценности, невозможно объединиться с провластными, если вы заранее знаете, что они провластные, как можно с ними объединяться, вы знаете, что это тот самый Назарбай, поэтому ну кто хочет призывы просто кидает, давайте объединяться, ну тогда давайте с Нуратаном объеднимся, вступим в Нуратан, ну я уверен, что молодежь очень хорошо все это понимает и сделает свой правильный выбор, теперь что я еще хочу сказать, нам очень нужна именно волонтерская помощь, нам нужна помощь от молодых, которые могут выполнять работу дизайнеров, умеют делать видео, нам нужен молодежный контент, нам нужна помощь от бизнеса, уважаемые наши бизнесмены, сегодня вы занимаетесь малым, средним бизнесом, потому что весь крупный бизнес в руках Назарбаева, мы должны разрубить этот узел и тогда завтра вы найдете применение своему таланту, сейчас многие из вас наверное не очень удовлетворены, пытаются сделать бизнес крупнее, этому соответствует ваш масштаб, ваши возможности, но эти возможности ущемляются нынешним режимом, который захватил месторождение, любой крупной бизнес, который развивается, появляется, он захватывается, немало историй, когда кто-то проявляется, создает красивый ресторан, его сажают в тюрьму и отбирает, вот недавний случай в Алматы, таких примеров много, и всему это виной этот режим Нурсултана Назарбаева, во-первых, второе, то, что мы не сопротивляемся и не добиваемся смены этого режима, поэтому, уважаемые бизнесмены, не сидите в кустах, не пытайтесь отсидеться, выжить, потому что к вам тоже придут или могут прийти, зачем ждать этого, зачем, поддерживайте нас, делайте вклады, помогайте семьями политически преследуемых, потому что когда вы это сделаете, гражданское общество окрепнет, и мы снесем этот режим, еще раз, я обращаюсь ко всем гражданам Казахстана, мы должны вернуться, мы должны завоевать свою независимость, мы должны действительно построить новый Казахстан, возвращаемся современный сильный Казахстан, возвращаемся все, и в первую очередь молодежь, Алга-Казахстан, и в первую точку, Продолжение следует...